В информационном эфире время ежедневной рубрики «Я. История». Ее автор Сергей Муравьев представляет цикл об улицах, площадях, домах, памятных местах Старого Ярославля. Сегодня речь пойдет о главпочтампе, бывшем доходном доме Пастухова. На Комсомольской, бывшая улица Большая Линия, среди торговых домов, доходных дворов и особняков представителей кубеческого сословия, таких как Поляковы, Салтыковы, Соболевы, Моховы, Кузнецовы, Барановы, безусловное первенство принадлежит дому Николая Петровича Пастухова, Железного Короля, как называли его в Ярославле. Получив наследство пять металлургических заводов на Урале и множество магазинов в городах Российской империи, Николай Петрович отдавал сотни тысяч на благоустройство родного города, за что и получил потомственное дворянство. В этом году исполняется 115 лет бывшему техническому училищу на Духовской улице, построенному на средство Николая Пастухова. Этот особняк до сих пор украшает современную республиканскую. Николай Петрович родился в Ярославле в 1820 году, в старообрядческой семье. Исследователи пишут, что его отец Петр Матвеевич до самой смерти носил окладистую бороду и длинный кафтан. В 1748 на постоялой улице, ныне Комсомольской, Пастухов выстроил один из крупнейших частных домов. В это время городская газета «Ярославские губернские ведомости» писала, Там, где до пожара стояли до десятка, если не более домов, теперь стоит один, небывалый в Ярославле. Особняк занимал огромное пространство, выходя одной стороной на постоялую, другой на Большую Рождественскую улицу, ныне Большая Октябрьская, а фасадом на Багаевленскую площадь. На первом этаже купец разместил магазины железоскобенных изделий своих же заводов, а верхние были приспособлены под гостиницу. Современники отмечали невероятно богатую обстановку номеров. Александр Дюма, который однажды ночевал в гостинице Пастухова, был впечатлен шикарной кроватью и впоследствии написал, наверное, в шутку, что владелец разбогател на торговле мебели. Номер первой апартаментов был постоянно забронирован за Николаем Алексеевичем Некрасовым. Впрочем, любой посетитель мог найти себе номер, соответствующий статусу и кошельку. В 1918 году во время белогвардейского мятежа в Пастуховской гостинице располагался штаб перхуровцев. Интенсивный артиллерийский обстрел красногвардейцами центральной части города серьезно повредил и дом Пастухова, и всю большую линию, превратив в руины торговые ряды и многие купеческие особняки. Восстанавливать разрушенное не было смысла. Территорию ближе к площади расчистили, и на ней построили здание Государственного банка. В этом же году улица получила новое свое название и стала улицей социализма, а в 1933 комсомольской, а доходный дом Пастухова превратился в главпочтамб.